Здравствуйте! В эфире информационная программа «Ширина». С вами Василий Дар. Аким Восточно-Казахстанской области Даниил Ахметов вчера побывал с рабочим визитом в семье и проверил ряд объектов, на которых идут ремонтные работы. Свою инспекцию Аким Восточно-Казахстанской области начал с посещения театра имени Абая, где выполняется капитальный ремонт кровли и фасада, а также внутренние работы. Актеры уже проводят репетиции на обновленной сцене. Помимо планшета мы заменили всё механическое оборудование, штанкетное хозяйство, трасса, всё, абсолютно всё нужно. Вот сейчас мы буквально через неделю это заканчиваем. Даниил Ахметов также посетил и музей имени Абая, в котором проведена реконструкция самого здания и прилегающей территории. Следующим объектом посещения стал строящийся арбат, пролегающий по улице Менгеля-Киэль. Здесь идёт укладка тротуара, планируется установка скамеек, скульптур и фонарей. По рекомендациям Даниила Кендитаевича на пешеходной зоне постараются воссоздать фрагмент старинного города. Всё сделать в ярких, в тёплых тонах. Вот этот сумрак, всё убрать. Мы же все люди, у нас в шесть вечера темно, быстро темнеет. Нужны более яркие такие тона, пафосные и оптимистичные. Городскую скульптуру сделайте. Здесь пока плоскостей много, потом мы сядем, в следующий раз ещё раз делаем. Городская скульптура. Что это? Ну, надо посмотреть. Или это будет там народная стилистика, там, Алдор Кусеевич, там, она кожа, она умная. Или просто сделайте там, парни с девушкой стоят, сидят, играют на гитаре, что-нибудь такое. Здесь отличительность заключается в том, что есть здание старинного типа или подстаринную. Здесь мы хотим сделать уголок, будем так говорить, прошлого, может быть, позапрошлого столетия. Будет красивее. Далее глава области знакомился с ходом капитального ремонта в двух корпусах городского перинатального центра. Работа компании «Байсон А» из Акмолинской области, которая выиграла тендер на проведение строительно-ремонтных работ, откровенно огорчила Акима. Ну, совершенно очевидно, что здесь полный срыв. При плане или при тендерной документации 450 миллионов, освоено немного более 50. Ясно, что эта компания, к сожалению, все срывает. Более того, мы рассчитывали, что в конце октября объект будет завершен. Здесь приобретено оборудование, здесь мы сделали, считали, что это сделается. Поэтому здесь будут следующие. Либо они найдут силы и возможности, каким-то образом попытаются хотя бы до Нового года завершить. Либо, думаю, что город должен принять решение вместе с управлением здравоохранения. Нужно расторгнуть контракт, глубоко моему сожалению, и разойти в судебном порядке, затем объявить новую процедуру и завершить ее. Это как раз тот факт, когда компания выигрывает, затем, не беря на себя ответственность, к глубокому сожалению, срывает все, что мы видим вот на практике. И мы рассчитывали на этот объект. Это отделение перинатальный центр, в котором мы годами покупали оборудование, но результат вот такой. Я прошу строителей срок 10 дней. Здесь нужно нарастить, судя по этому темпу, в три раза людей. То есть здесь должно работать около 200 человек. Сегодня работают чуть больше 50. Так что, если в течение 10 дней не будут приняты соответствующие меры, я думаю, что мы примем меры, которые позволят нам в судебном порядке решать эти задачи. Ну вот, смотрите. Та же самая картина. Та же самая компания «Байсон А» с Акмолинской области, города Кокшетау. Выиграла тендер здесь на 780 миллионов, освоила 32 миллиона. Мы ждем этот объект, это отделение, опять же, перинатального центра. Я думаю, что сейчас руководитель подробно расскажет о том оборудовании. Мы сюда полтора-два года назад выделили. Все это простаивает из-за нерадивых подрядчиков, которые по непонятным для меня причинам, не имея ни силы, ни возможности, берутся, затем проваливают. В результате, вот в этот крайне необходимый год, когда мы планировали здесь сделать высоконасыщенное оборудование, перинатальный медицинский центр, к сожалению, мы, опять же, имеем ту же картину. Вот 780 миллионов, освоено 32. И здесь только один путь – судебное расторжение. К глубокому сожалению. Понятно, что к Новому году мы его не введем в эксплуатацию, но это за собой тянет всю цепочку. В семье проживает более 81 тысячи молодых людей. Это составляет почти 24% от всего населения города. Как решаются вопросы молодежной политики в нашем городе, озвучил исполняющий обязанности руководителя отдела внутренней политики Айбек Самад. Ряд актуальных проблем были затронуты сегодня на заседании постоянной комиссии по вопросам социальной защиты, здравоохранения, образования, развития культуры и спорта городского маслехата. Это трудоустройство молодежи, расширение доступа к жилью, увеличение количества персонала по нужным специальностям на кадровом рынке труда. Вы пишете, что не выделяется по доступной программе жилье для молодежи и молодых семей. Это действительно так, да? Или все-таки какое-то количество квартир выделяется для молодых семей? Я знаю, что получили бывшие воспитанники детских домов квартиры. Я знаю, что получили молодые специалисты квартиры. Может быть, просто информация? Нет, есть программа. Для детей интернаторских есть. Это тоже молодежь. Значит, для молодых семей там есть своя программа, где выделяется жилье, допустим, для молодых семей тоже ОЛБА. Поэтому, мне кажется, не до конца корректно просто, может быть, или в малом количестве? Не обеспечиваем спрос – это да, но то, что не выделяется – нет. То есть, как бы, я думаю, на формулировку нужно будет ее... Все, мне кажется, запросить вам надо информацию с ЖКХ, сколько вообще в прошлом году получило молодых семей, молодых специалистов квартир. Потому что Ермар Бедохмедович всегда поднимает вопрос, как оставить специалистов, чтобы они не уехали из города. Ну, а это самое главное – жилье, понятное, и трудоустройство. Потом, тут вопрос еще у вас по поводу посещения секций и бесплатных секций. В этом году на реализацию государственной молодежной политики из городского бюджета было выделено 32 миллиона 767 тысяч тенге. Основная задача трудоустройства молодежи в семье реализуется через комплексные меры ряда госпрограмм, таких как молодежная практика, дорожная карта занятости 2020, а также социальные рабочие места и общественные работы. В службу занятости за содействием в трудоустройстве на 1 сентября этого года обратилось 2570 молодых людей в возрасте от 16 до 29 лет. Из них 274 занимались общественной работой, 274 – молодежной практикой, 57 – трудоустроены на социальные места. Как вы знаете, ежегодно с местного бюджета выделяются деньги для реализации государственной молодежной политики, в том числе мы реализуем социальные проекты и мероприятия одноразовые. В этом году, знаете, что с облегчением чрезвычайных положений, с пандемией коронавируса, мы все эти массовые мероприятия вынуждены были отменить. То, что мы смогли, мы перевели в онлайн режим, то есть это было информационно-консультативное, обучающие, и это мероприятие мы и проводили. В ходе заседания депутаты Маслихата поднимали такие вопросы, как приобщение подрастающего поколения к спорту, повышение их интереса к образованию и науке, уделяя особое внимание положению молодежи в сельской местности. Для нашей молодежи, как бы этот вопрос и для всего города актуальный, то есть секции на сегодняшний день бесплатного характера имеются в большом количестве в нашем городе семей, и не только в Восточно-Казахстанской области. Нашей молодежи просто на сегодняшний день необходимо просто активизироваться, не только к образованию, к культуре, но и к спорту. То есть в доступе имеется все, любые секции, борьба, бокс, что есть, это все для нашей молодежи. Им только немножко надо сплачевно подойти к этому вопросу и заняться спортом, ну и не только. Исполняющий обязанности руководителя отдела внутренней политики Айбек Самат отметил наиболее проблемные вопросы в сфере молодежной политики. Это льготный проект студентов на общественном транспорте, организация бесплатных спортивных секций и доступные программы для жилья. Аселяйдар Сунхартумхан, информационная программа Шарайна, ТВК-6. На 80% завершены работы по реконструкции автодороги от улицы Джангильдина до выезда на трассу Омск-Майкопчагай. На сегодняшний день полотно уложено, ведутся работы по благоустройству и освещению придорожной территории. Образцовую улицу обещают подарить семьячанам к концу октября. Этот проект реализуется в рамках программы «Дорожная карта занятости-2020». Финансирование идет из средств республиканского бюджета на сумму 1,5 млрд тенге. По словам заместителя руководителя отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Нурлана Сергазинова, подрядной организацией, выигравшей тендер по реконструкции дороги протяженностью более 2 км, стала ТО «Фирма Азия». После заключения договора начались работы по укладке двухслойного асфальта бетона. Объект – это реконструкция автодороги от улицы Джангильдина до улицы Омс-Макапчегай протяженностью 2,77 км. В данный момент, в мае, был заключен договор на выполнение данных работ. Данный проект проходит по программе «Дорожная карта занятости-2020». Значит, подрядчикам, согласно выигранного конкурса, проведенного конкурса, определено предприятие ТО «Фирма Азия». Сейчас, в данный момент, подрядчик находится здесь рядом с нами. И с мая месяца они приступили к выполнению данных работ. Значит, что себя включает в данный объект? Протяженность, я как вам сказал, уже 2,77 км. Здесь полностью реконструируется дорожная одежда проезжей части. Проезжая часть двухслойная, то есть крупноземнистый асфальтобетон, верхний слой – щебеночно-мастичный асфальтобетон. В данный момент вы наблюдаете, сфотографируете это все. Кроме того, здесь в данном проекте присутствуют местные проезды для автомашин и автобусов, которые расположены со стороны правой стороны Кабая-арены. Кроме того, велодорожки и тротуары. Значит, освещение по всему участку на тротуарной части и на проезжей части составляет порядка 350 светодиодных светильников нового поколения. Сейчас вы его можете видеть, они уже установлены. Отметим, что в масштабах реконструкции предусмотрено не только строительство новой проезжей части, но и прокладка современной велодорожки, тротуаров, разбивка газонов. На текущий момент вдоль дороги и тротуаров установлены 350 светодиодных светильников. Завозится грунт для посева газонов, асфальтируются остановочные карманы и подъездные пути. Параллельно ведутся работы по разметке дорожного полотна. Кстати, для того, чтобы разметка сохранилась дольше, было принято решение вместо краски использовать термопласт. Регулировать движение в этом районе будут дорожные знаки и два светофора. Вот здесь присутствует у нас благоустройство прилегающей территории. Вот сейчас вы видите, здесь будут засеяны газоны, сейчас завозится грунт, посеяна трава. Ну, соответственно, благоустройство будет. Три остановки будут здесь для автобусного сообщения. Кроме того, установлены будут на пересечении самой улицы и проездов микрорайона Карагайлы два светофорных объекта. Это вот буквально... Ну, а эти два светофорные объекта вошли в проект Карагайлы. Это мы планируем уже за счет строительства внутриквартальных проездов. В сущности, по дорожной карте данный проект проходит. С центра задменности привлечены дополнительно 250 человек на выполнение данных работ. Эти люди на постоянной основе как бы не задействованы. Они привлекаются в ходе таких разовых работ, массовых работ по благоустройству, по озеленению. Вот они будут привлечены. На данный момент сейчас идет у нас просто асфальтированно по данному объекту. Но если будут вопросы подрядчику, он объяснит. А в сущности, в целом, те параметры и те функции, которые нам поставили по дорожной карте, мы их полностью выполнили. То есть, осуществили прием временных рабочих на данный объект. Но работа продолжается. Я надеюсь, что срок мы завершим и, соответственно, сдадим его в эксплуатацию. Дорога, ведущая в Карагайлы, обещает быть образцовой. К слову, за последние годы полную реконструкцию с учетом комплекса работ по благоустройству и освещению на ней не проводили, ограничиваясь средним или даже текущим ремонтом дорожного полотна. Ассель Айдар, Нурлан Уразалин, Марат Сагимбаев, информационная программа Шарайна, ТВК-6. Вчера наиболее отличившимся сотрудникам управления по чрезвычайным ситуациям семьи были вручены медали за заслуги перед городом. От имени Акима Восточно-Казахстанской области Даниила Ахметова их преподнес руководитель аппарата городского Акимата сержант Азбергенов. Само награждение и медали для сотрудников специализированной пожарной части номер 2 Тумарбека Сембаева и Нуржана Нутбаева стали полной неожиданностью. Ведь камеры и фотоаппарата их только смущал, ведь по их мнению они просто выполняли свою работу. 3 января этого года по приказу управления по чрезвычайным ситуациям нас с моим коллегой Нуржаном Нутбаевым направили в город Алтай. Там строили новые гидроэлектростанции и возникла угроза подтопления. Мы приехали туда вовремя и устранили проблему. Благодаря тому, что у нас была качественная техника, которую к тому же мы усовершенствовали. Более двух суток, несмотря на погодные условия, Тумарбек со своим коллегой боролись со стихией. Так что подумать, что они герои, не было даже времени. Кстати, только техника из семьи оказалась самой устойчивой. У спасателей других регионов, помогавших в чрезвычайной ситуации, она вышла из строя. Так как строительство проходит в горной местности, в те дни было очень холодно, температура воздуха превышала минус 40 градусов. В таких условиях мы проработали два дня, боялись, что техника подведет. Но она оказалась очень устойчивой, несмотря на то, что использовали мы ее на практике впервые. К счастью, ситуацию на ГЭС удалось ликвидировать. И после происшествия пожарные вновь вернулись на свои рабочие места. Через некоторое время вышестоящее руководство, узнав о героическом поступке семейских спасателей, приняло решение представить их к награде. Две медали за заслуги перед городом нашли своих героев 16 августа этого года. Наши ребята наиболее подготовленные, два сотрудника их выбрали для выполнения этой операции. Они не подвели, они сами эту технику готовили. Нуржан у нас специалист на все руки, с любой техникой на «ты». Тумарбек больше склонен к спортивному, другие достижения. Является также чемпионом Казахстана по ликвидации техногенных катастроф. Дважды призер в тех же этапах. Это все на КАСПАС. Достойные сотрудники, добросовестные, относятся к качественным своим обязанностям. А здесь по-другому нельзя. Работа спасателей – это ежедневная борьба. Кропотливый труд, готовность немедленно принимать важнейшие решения. Поэтому службы несут только смелые и отважные. Некоторые пенсионеры города жалуются, что им не полностью выплачивают пенсию. Какой-то суммы они не досчитывают. Из-за чего это возможно, разбирался наш корреспондент. Нам кажется, что наша пенсия неприкосновенна. Но по большому счету это не так. Закон защищает только 50% пенсионных выплат. И если у человека есть долги по кредиту, коммунальным услугам, разного рода штрафам, то их могут удержать из его пенсиона. В статье 98 Закона Республики Казахстан о бесполнительном производстве и статусе судебных исполнителей указан полный перечень того, на что не может быть обращено взыскание. Это, к примеру, пособие на детей по потере кормильца, пособие на детей инвалидов, пособие на погребание, специальные государственные пособия, социальные выплаты по случаю потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением, уходом за ребенком по достижении им возраста одного года и некоторые другие виды выплат. Пенсионные выплаты по возрасту в этот список не включены. Поэтому тот же судебный исполнитель вправе обращать взыскание на этот вид выплат. Но только в том случае, если это происходит в порядке исполнительного производства. А кто и за что удержал средства из пенсии, можно всегда проверить в Центре обслуживания населения. На сутки правый берег города останется без воды. Сотрудники семьи Водоканала планируют промыть и обеззаразить водопроводные сети. Подачу питьевой воды приостановят с 20 часов 18 сентября до 20.00 19 сентября. Поэтому рекомендуем жителям правой бережья запастись водой. Оставайтесь на связи и смотрите нас на Ютубе. С вами была Селия Дар. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова